посиделки на дорожном радио дорогие друзья композитор и исполнитель человек который написал огромное количество песен в том числе и для детей григорий глотков сегодня у меня в гостях доброе утро доброе утро доброе утро дорогие слушатели дорожного радио это мое любимое радио потому что оно у меня включено в сетку вещанием мои моего автомобиля как же это интересно наверное открывать и закрывать глаза но не для тех кто в автомобиле а для тех кто проснулся сейчас вместе с нами это вы песню вспомнили да естественно вот я вижу куст растет в саду воробьи играют чехарду вижу как шофер ведет его грузовик и опять не вижу ничего до чего же это интересно закрывать и открывать глаза но я надеюсь что все проснулись уже субботнее утро прекрасное про вас говорят григорий что вы рекордсмен книги рекордов россии по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей да это найти но это такие рекорды это признак сумасшествия значит вы не стремитесь их установить сколько надо было оторвать от нормальной жизни часов чтобы сидеть в студиях а как правило это или подвалы или чердаки вот и писать а вокруг солнце футбол и я видимо в детстве был так воспитан потому что было солнце футбол двор ребята я музыкальную школу ходил и занимался но тем не менее футбол играл и сейчас играю составе команды старко есть команда артистов и мог ли я представить в детстве что я буду играть во взрослом возрасте на лучших стадионах страны буквально на всех мы играли и после этого концерт даем спортсмены этого не не могли себе вообразить они каждый спортсмен наверное на всех площадках еще у нас команде олимпийский чемпион есть которые выиграли золото в корее по футболу у нас есть тоже достижение кстати не не все время надо ругать наших футболистов у нас и чемпионат европы мы выиграли и олимпиаду взяли золото вот и они у нас сейчас какие годы вспоминается чемпионат европы это насколько я помню там 60 как это было до истории есть и есть все вот поэтому наши футболисты неплохие отличные и вот это это потрясающе конечно но попал я на эти стадионы футбол через музыку а вот сколько у вас альбомов для детей значит этот рекорд если если о нем говорить он состоялся как и каждый рекорд при стечении людей то есть рекорд фиксируется фиксируется публично вот это было во дворце молодежи где сейчас играют мюзиклы зал 2 спины тысячи людей в этот день организация рекордов регистрации рекордов планеты которая и имеет ну имела тогда лицензию на выпуск книги рекордов гиннеса в россии и как филиал видимо у книги рекордов гиннеса еще по странам свои внутренние рекорды я жить рекорда в россии россии вот в этот день когда регистрировали май диск эти значит полное название такое за издание самого большого количества пластинок это винил кассет очень тогда были кассеты кстати винил вернулся и что интересно дорогие радиослушатели в мире возвращаются и кассеты сейчас как а скоро не выбрасывайте компакт-диски вернутся вот кассеты компакт-диск в россии было именно в россии выпустила не знаю как мире там вот значит четыре рекорда была самая длинная коса россии привезли девушку из волгограда у него была длиннющая коса потом мальчик сто с лишним раз отжался причем за кулисами был его близнец и наблюдал за ним то ли он еще не не дожимается до этой цифры то ли он уже еще раньше еще больше это не подмена самое главное нет он нажимаясь не касаясь чего-то там как-то ну так вот раз 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 сто раз он это делал и какие-то пацаны какие-то сделали самый большой валик им хотелось рекорд видимо они где-то смастерили валик вот которым стены краски а у них на сцену дворца молодежи ну и меня значит выставили эти диски кассеты значит перечислили что-то показали вот они все это установили все это все официально издавалось но в этом есть один момент такой если бы я за все эти свои кассеты диски получил деньги с каждого было бы здорово а то есть тогда только если треть я хоть получил с этого ну и слава богу то что и плюс пираты еще все это еще и фирмы не проверишь сколько они выпустили да и и пираты и пираты поэтому но все равно но все равно приятно что-то я уже рекордсмен да это сделал а вот владимир шаинский сказал по-моему что вот для детей надо писать так же как и для взрослых но только лучше согласно я с таким утверждением максим горький сказал максиму о литературе а успенский эдуард николаевич с которым я много работал очень прикольщик наш он сказал так тогда получается для взрослых надо писать как для детей только хуже но вы пишете поэтому для детей в основном хотя и для взрослых тоже для взрослых похуже я скажу честно я пишу для себя просто вот этот жанр сформировался в детстве потому что мама была заведующей детскими слями и дома были детские пластинки детские книжки стихи ее сценарии и раз я рос в атмосфере этого жанра и там рано стал сочинять у нее на утренниках музыкальной школе у нас поддерживалось это вот и в этом в этом стиле который у меня был дома вот который окружал меня поэтому вот так вот коробки с карандашами горы и океаны гномы и великаны и кот с большими усами коробки с карандашами живет зеленая елка ее украшали долго хлопушками и шарами коробки с карандашами заяц бежит при прыжку он нагоняет мишку с плюшевыми ушами коробки с карандашами подснежник снег пробивает мальчик ручье пускает кораблик под парусами в этой песне мое увлечение в детстве рисованием и отголоски музыки на которой тоже воспитывался битлз а точнее пол маккартни если так разбирать эту песню да но спасибо вам сейчас я вспомнил мультик тоже шикарный который любил смотреть ворону в конце споем ворона без ворона не так я буду ее петь не один вот как уважаем слушатели заинфиковал григорий глотков не скажу с кем человек который любит и понимает детей не могу вас не спросить про чебурашку вам вы смотрели фильм который вот новый еще еще не успел еще не дошли еще не дошли но в целом вы как оцениваете что вот такие фильмы стали появляться у нас здорово здорово это прекрасно и вы знаете я написал соцсетях извинитесь перед усменским при жизни его все боялись потому что этот человек один из немногих кто умел за себя постоять и все суды выигрывал поэтому его боялись как только умер как с цепи спустились какие гадости про него пишут и снимают и вот вот и коллеги по цеху ну не 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 композитора там ни одного музыканта нет ну поэты папа поэты детские писатели видимо зависть и и нет страха что он отомстит им и фильм чебурашка показал его талант это знаете это тогда музыку мусоргского не надо слушать потому что он 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 пил а то что про успенского пишут я хочу сказать ну полное вранье вот я с ним бок о бок провел ну последние 20 лет его жизни описал музыку ко всем его сказкам последним я был первым гитаристами его проекта в нашу гавань заходили корабли все чепуха вот тут недавно опять вышло что он там пил пьянцы вообще его ни разу не видел чтобы вот он вообще не видел чтобы приумка в руке было ну может быть было то есть вранье на вранье про зачем это все зачем и так мало во что верить людям идти и и разрушают последние это же детский писатель не надо даже если что-то было не надо у детей отнимать пусть останется вот светлым чистым ведь это у писателя и у поэта то что они пишут выпускают это ведь состояние их души не важно какой снаружи он был черствый колючий худой высокий низкий толстый там не знаю был такой поэт алексей кондратьев был приколом к постели инвалид он написал для межпланетного контакта необходимо много такта когда земля накопит такт тогда получится контакт алексей кондратьев в общем мы ждем контакт а тут вот он такой он кривой косой этот успенский он злой он тут это он тут наследство не то не сё ну что вы на чему рашку пойдете конечно я схожу да мне интересно очень и эдуард николаевич был бы очень рад вот безусловно наше как бы советское все-таки наследие да получается чему рашка вот все-таки еще одной дочери муж плакал когда на чему рашку пошла она сказала муж плакал муж плакал и на дочка тоже слезу пустила я даже не знаю про что там где-то плакать надо сходить надо захожу мне интересно конечно все эти если было плачет взрослые мужчины до саша поликарпов если плачет а вот как вы еще можете оценить наверное наши вот детские новинки ну как новинки фиксики маша и медведь вот эти мультфильмы фиксики тоже успенский там титрах написано по книге эдуарда успенского гарантийные человечки но я хочу сказать что наши сериалы все равно лучше тех них есть есть душа есть место где заплакать в отличие от от зарубежных я помню как пустили в спокойной ночи мы малыши том и джерри как народ вообще восстал я же пять лет вел эту программу вот был ведущим и том и джерри где мордобитие сплошное и в общем люди отбили эту эту программу убрали этого том и джерри и фиксики там есть очень трогательные места это же человечки которые живут в каждом устройстве вот в микрофоне фиксик есть вот в наушниках фиксик компьютере успенский придумал и они гарантийны у него человечки слова фиксик это уже это не выдумка да они гарантий они гарантируют что прибор будет работать вот в чем но самое главное что они объясняют детям как это все работает вот и для нас и для вас взрослых это тоже важно а маша и медведь все рекорды в мире побил мультфильм по прокату здорово конечно только восхищаться можно вы знаете у нас есть рубрика когда вы были студентом наверное вам часто приходилось тянуть билет и вот сейчас давайте тяните билет вот у нас они билет эти на григорий глотков сегодня с нами на дорожном радио перемешиваю перемешать по чесноку что по чесноку вот видите я перемешиваю крапленых нет так ну что там вот смотрите вот я перемешал вот перемешал и сейчас считаю раз два три пять семь восемь девять четыре шесть пятнадцать двадцать пять восемнадцать сложная схема но работает братья наши меньшие вот брать но я помню конечно вашу песню который каждый выходной а потом буду тянуть билеты еще или наверно давайте будете еще братья наши же вдруг на всех написано братья наши меньшие не важно какой вытаскивать песню споете нам конечно из док-шоу давайте это песни стиле передачи док-шоу я и моя собака которую вел михаил ширвин а стихи придумал александр коняшов такая удача такое веселье если хозяин с тобой всегда новый год и всегда новоселье если хозяин на самом деле там монолог собаки вот и людям непонятно какой хозяин что эта собака так поет от ее лица когда дали улица но такая тоска и такое мучение если хозяина нет никто не подарит кусочек печенья если хозяина нет если хозяина хозяин хозяин хозяина 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 а вот чудесная песня была собака у сергей никитина стихи юный морец собака бывает кусачий а теперь со слушателями дорожного радио поем месте кто слушает собака бывает кусачий только от жизни собачий глаз только от жизни от жизни собачий собака бывает кусачий а вот шаинский собака висит на заборе колышется ветром колышется ветром колышется ветром бумажный листок пропала собака пропала собака пропала собака по кличке дружок пропала собака пропала собака пропала собака по кличке дружок я прямо в детстве оказывался спасибо вам большое грустно у вас то как собаки кошки дома да кто имеется значит швейцарская овчарка мальта ее дети назвали мальта хотя подобрали в мороз минус тридцать пять она белоснежная белая потерялась но назвали ее именем очень теплым острова который три дня оказывается или неделю или месяц был российской территории вот вот оказывается петр наш царь павел сказал не не надо слишком далеко вот этот остров крестоносцев вот есть маленькие чау-чау-чау который без конца вот это он есть и две кошки две кошки три собаки да одну мы из анапы привезли вот она у соседей сейчас живет ну потому что слава богу дача есть конечно и и и две кошки которые тоже обе подобраны в общем все все собаки и кошки подобраны в общем вам не скучно весело ну хочу сказать украшает жизнь невероятно дорогие слушатели если удастся подобрать я понимаю многих аллергия или не позволяет жилплощадь или финансы но где-то кормите все равно их потому что главное им есть надо вот дать покормить а если увидите бездомную собаку оденьте на нее ошейник прямо купите несколько ошейников и спасете жизнь потому что без ошейников хватает ошейник повесьте и телефон свой напишите если кто-то поймает и тут вам позвонят опять спасете кто спас хотя бы одну жизнь тот спас целый мир вот такая древняя мудрость вы просили чтобы еще был билет у вас вам понравилось давать экзамены поэтому сейчас собаками и кошками вы справились на отлично 7 3 15 8 21 16 75 10 мобильный телефон вот чейс ну да чтоб мы звонили вам каждое утро а вы нам играли нам понравилось знаете что у меня есть интернет радиостанция своя личная интернет которую можно слушать в мобильном телефоне набираете мобильном телефоне поисковом окне или в компьютере григорий глотков и добавляете цифру 101 в детстве была игра такая 101 ем один кто кричал 48 половину просим вот 101 и знаете эта цифра мне прям преследует я помню купил куртку сыну и на ней 101 было написано пошел машину регистрировать 101 дали номер потрясающе я родился в городе который находится на 101 километре так уж это город обнинск подкрою вам секрет это мой любимый город правда что любимый вот видите как у нас как раз я там был и выступал и на фестивалях и в кинотеатре мир любимым вот и я помню директор а мы сцену новую сделали я вызываю ребят ребята теперь прыгаем человек сто на сцене кто допрыгнет до потолка получит подарок велосипед директор не надо а вы сказали ремонт все мы проверим не надо в общем было и там был кстати в обнинске театр бродячих брошенных собак вот и у меня фотографии есть у этого кинотеатра мир и с ними представление бывшая цирковая актриса собрала театр бездомный не знаю где они жили там в вольере наверное и сделала представление с ними вот уникальный единственный театр в городе обнинск это первый дорогие слушатели первый наукоград россии город обнинск калужская область но всего 100 километров от москвы нас далеко унесло на самом деле мобильный телефон досталась карточка нет а что что это значит я тоже могу нет а что значит значит я хотел узнать вот как вы относитесь к тому что современные дети например постоянно зависают в интернете и в мобильнике плохо как то нужно ли ограничивать нет ли у вас песни про мобильный телефон конечно надо ограничивать потому что надо учить детей тому что вещи служат человеку а не ты вещам вот как да и дети были за когда я был когда пришла перестройка я попал в одну страну замечательную не буду называть ее значит название все все равно россия самая лучшая страна вот меня удивило ну а это стало поменьше россии все страны дорогие слушатели они гораздо меньше россии и конечно ими управлять легче у нас самая большая территория так вот я был в одной из такой страны стране где очень интересная система образования и там с детства учат что тебе должны подчиняться телевизор радио там телефон мальчик подходит говорит папа мои полчаса посмотрит программу будет можно все и нормально и конечно интернет и телефон могут принести огромную пользу они помогают образованию у меня сын павел 18 лет увлекается спортом во первых все спортивные новости во вторых он хочет получить водительские права все там все билеты есть только надо очень грамотно пользоваться дорогие родители ограничивайте на ночь отбирать конечно надо когда учеба да и вот это цинь 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 уведомление надо отключать потому что уведомление значит он тебя на крючке держит а если нет то ты посмотришь все смс когда у тебя есть время то есть принцип такой вещь служит мне микрофон служит мне не я ему чашка служит мне я из нее пью вот и телефон тоже но чашка не звонит вот а эта штука вот звонит без конца вот и поэтому конечно отбирает самое главное и самое дорогое то что дороже денег вот видите дорожное радио две буквы три буквы брать дороже денег что хорошая пикета ну спасибо дороже денег ребята время вот и эта штука съедает время а я сейчас да спою песню хорошую песню три мудреца в одном тазу стихи маршака пустились по морю в грозу пустились по морю в грозу три мудреца в одном тазу прочнее был бы этот таз прочнее был бы этот таз песни длинные диньси что прочнее был бы этот таз длиннее был бы мой рассказ спасибо григорий глотков сегодня с нами в программе посиделки мы скоро продолжим нашу беседу в субботу с 10 до 11 посиделки только на дорожном радио дорогие друзья григорий глотков сегодня с нами как всегда в своей фирменной шляпе с гитарой естественно вот интересно сейчас у вас наушники а сверху шляпа наверное так не приходилось еще ни разу да чувствую таким таким дурачком главное что человек с чувством юмора вот это самое любопытное у нас к нам присоединяется Катя Крылова наша очаровательная ведущая этой программы и сегодня как и всегда у нас будут ну какие-то конкурсы для вас интересно доброе утро доброе утро григорий на самом деле для меня сегодня такое субботнее ностальгическое утро потому что я тот человек который рос на мультфильмах песни музык которым вы писали и мне даже хочется такую скупую слезу сейчас пустить от ностальгии но если честно сегодня и будем вспоминать мультфильмы музыку которым вы непосредственно имели отношения у нас с вами в этом интерактиве будет три этапа и в первом мы с вами сейчас послушаем набор необычных звуков это трес драйв да да насколько насколько вы все помните и знаете послушаем набор звуков из мультфильмов и вам надо будет отгадать что же конечно это такое первые звуки пейзаж пейзаж это моя песня если видишь на картине если видишь на картине называется кукаряку это пластильного ворона да конечно а вы начали играть давайте тогда послушаем если видишь на картине чашку кофе на столе или морс в большом графине или розу в хрустале или бронзовую вазу или грушу или торт или все предметы сразу знай что это натюрморт а я выступал на грушинском фестивале вышел или если видишь или грушу и ушел фестиваль груш они думают вот специально для нас или грушу и пошел со сценой а мне кажется с пластилиновой вороной вообще пластилиновой вороной кукаряку да у всех много воспоминаний связано что с первой песней что вот со второй а может быть ворона а может быть корова ворону я спою в конце но не один и это сюрприз с кем с кем не скажу узнаем скоро все узнаем а я на самом деле тоже в детстве постоянно пела эту песню а кстати пусть радиослушатели отгадывают с кем я буду петь с кем я буду петь с кем я буду петь да а вот и загадка пластилиновой ворону да ну а мы идем дальше и следующая нарезка ничего не понимаю а что ты крадешься да молкни ааа ну ничего не понимаю выдали надо было вот да вот если бы без этого я задумался честно ряки вот тут бы я конечно ничего не появится падал прошлогодний снег да и одна девочка написала в блоге дяди знали что такой снег существует а снег который упадает 31 декабря летит к земле и пересекает черту нового года приземляясь уже прошлогодний то есть вылетает в старом году в новом а мы не знали как она додумала на самом деле очень сложно если ведь правда так оно и может быть и есть но мы честно не просто красиво у меня есть песня падал снег александр татарский режиссер и вороны и падал прошлогодний эту песню любил и добавил прошлогодний прошлогодний ну да Станиславу Садальскому пожелаем здоровья озвучил Станислав Садальский да пожелаем здоровья Стасику а знаете у меня лично как было я когда этот мультик посмотрела еще в детстве то мне очень понравился ну вот эта шепелявость которая говорит главный герой я ходила и сама шепелявила говорила ну что ж мама подавай мне кашу вот так вот татарский выбрал его вот это голос кирпича из фильма место встречи изменить нельзя и он он когда искал актеров вспомнил кирпича и поэтому Садальского и позвали конечно он талантливый может разными голосами но здесь нужен был такой вот ударенный мутык кирпичом и получилось как нужно вплющенный ну первый этап два из двух отгадали все отлично идем тогда дальше второй этап сейчас я буду вам прочитывать описание мультфильмов давайте только слова будут заменены на антонимы надо будет догадаться конечно Юрий Антоним Юрий Антоним ну там как пойдет посмотрим итак первое трудоголик нашел в лесу обычного рака сначала он хотел сварить рака но затем выпустил его обратно в лес в знак благодарности рак кинул в трудоголика ожерелье от которого никакого толку подбрум перевернем на Емеля да конечно как вы быстро догадались трудоголик тире лентяй Емеля да 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 ну как то действительно быстро антоним ну да антоним не подвел идем дальше святой антоним не подвел ну здесь может быть посложнее так мультфильм о том как змея и белка никогда не ладили попадали часто в различные переделки из которых не могли найти выход блин змея белка змея белка это значит переворачиваем переворачиваем это змея горыныч и это мой мультфильм да это этот мультфильм состоит из нескольких серий из тринадцати и вот к первой серии как раз таки вы писали писал музыку да тринадцать это гора самоцветов нет там два животных два животных один такой пухленький другой такой худенький хама и суслик да точно точно да там песня про дружбу у друга нет если друга нет то так давайте дальше а я другую вспомню песню не свою про дружбу дружба крепкая не сломается не расклеится от дождей в юг друг беде не бросит лишнего не спросит вот что значит настоящий верный друг у поэта Михаила Плецковского юбилей как раз вот в эти дни композитор Борис Савельев и они написали эту песню москвичи к белорусскому мультфильму Тимка и Димка а пела Клара Румянова да мы помним тоже у меня пластинка была где все песни она поет и это было в том числе а кстати у вас ведь тоже намечается надо почаще вспоминать у вас тоже намечается юбилей в этом году вы что-то планируете знаете я планирую велопробег значит Петербург Владивосток и примет участие пять тысяч минимум пять тысяч велосипедистов и это вот так с справа слева направо а снизу будет лыжный лыжный забег там уже десять тысяч человек сначала на роликах мы до значит южной границы дойдем до Екатеринбурга и дальше мы на лыжи и Диксоне уже потом значит по диагонали будет воздушные шары полетят это будет три тысячи воздушных шаров вот они полетят из Анапы и на Камчатку вот и по другой диагонали значит уже я я сначала я родился в Хабаровск я выбегу я родился в Хабаровске на Дальнем Востоке и я значит побегу по местам боевой славы дело в том что когда я родил это очень далеко и я когда родился я шел пешком пешком шел вот в Москву где я сейчас живу через Петербург через Брянск Петербург через вот пешком и в каждой почему мне почему книгу рекордов Гиннеса попал потому что я в каждой деревушке поселке сочинял песню и когда и когда я пришел уже вот на дорожное радио я уже такое количество уже вручили было то я уже стал рекордсменом рекорда Гиннеса ну как Ломоносов практически и мы все интересно те которые велозабег вот от Петербурга Владивостока лыжники через Екатеринбург значит воздушные шары и я мы все столкнемся на Урале есть памятник Азия Европа где сын недавно мой сфотографировался Павел Гладков своим другом Даниалом они и мы там все встретимся не знаю как разойдемся большой шутник Григорий Гладков замечательно мне кажется и каждый может фантазировать вместе с дорожным радио а Катя еще собирается вас спрашивать конечно третий этап финальный сейчас вам прочитаю отзыв зрителей одной из картины в которой вы принимали участие итак посмотрите обязательно здесь я нашла и счастье и смех и слезы и добро и зло фильмы перемешали все истории что знакомы с детских лет больше всего он похож на смесь мрачноватого обыкновенного чуда и светло-наивной золушки но главный недостаток в неровности сценария все хорошо но недостатки тоже есть вот о чем это это фильм Чапаев там неровность действительно есть конечно там в конце убийства какой кошмар и мы еще за него не отомстили до конца как они могли за Чапаева я не знаю что может сказки старой волшебной ну конечно вы же там сыграли и исполнили песню я написал десять песен там огромное количество инструментальной музыки которую исполнил оркест Ленинградского радио и телевидения имени Соловьева Седова и сыграл по случайности маленький эпизодик Бродячего Министреля и по этой вот роли меня знают насколько несправедливо актер снимает лавры со всего а за актером стоит какая огромная армия те кто делает кино Принцесса спит сто лет сто лет а храбриться все нет и нет и если рыцарь не найдется принцесса так и не проснется и если рыцарь не найдется принцесса так и не проснется вот такое у нас субботнее сказочное утро получилось Каждой принцессе мы по рыцарю пожелаем, чтобы все сбывалось. Это один политик. Так желал, да, примерно. Немножко завуалировано, правда. У него по-другому там случалось. Нет, прямо прямо говорил. Каждой женщине по рыцарю. Я обещаю, я обещаю, он говорит. Да, мы помним, вы сказали эти. Григорий Гладков сегодня с нами. Катя, большое тебе спасибо. Я думаю, что это было круто. Надеюсь, Григорию понравилось. Ну, я одну не угадал, да, или угадал. А мы все засчитаем, все отгадали. Хамай Суслика я угадал в конце концов. Ну, с подсказкой отгадали. А это, значит, считается. Если бы была моя дочь Александра Гладкова, она все угадала. Ну, я думаю, что Александру Гладкову мы можем открыть уже секрет. Вот сейчас мы... А вы что, ее позвали? Она ехала в машину, слушала дорожное радио. И через минуту она будет здесь, в этой студии. Вот это дорожное радио. В субботу с 10 до 11 посиделки. Только на дорожном радио. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Посиделки на дорожном радио». Сегодня у нас в гостях Григорий Гладков, и к нам присоединяется очаровательная Александра Гладкова. Александра Гладкова, дочка. Дочка. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Рады вас видеть, и будем, наверное, рады вас услышать. Я знаю, что вы поете. Конечно. И сейчас мы даже, может быть, что-нибудь исполним. Обещанную папину. Нет, из нового спектакля «Ах, Арбат мой Арбат», посвященный Булату Акуджау, потому что Саша училась в школе, где учился сын Булата Шаловича. А в прошлом году было 20 лет памятнику и 25 лет со дня ухода. Человек мира. Родился в Москве, умер во Франции. Считался русским поэтом, по отцу грузин, мама армянка была, мало кто об этом знает и говорит. Фронтовик. Вот и недавно, да, у нас состоялась с папой такая работа. Мы создали свой спектакль, такой небольшой. Точнее, Саша. Это ее моноспектакль. Давайте мы начнем сначала. Живописцы. Живописцы, давай. Живописцы, окуните ваши кисти В суету дворов арбатских и в зарю. Чтобы были ваши кисти словно листья, Словно листья, словно листья к ноябрю. Чтобы были ваши кисти, словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Прекрасно. Я думаю, что все слушатели сейчас аплодируют. Вам так красиво вы спели, замечательно. Александр, расскажите вот о себе. Вы сейчас учитесь или вы уже закончили обучение? Я актриса. Актриса, да. Драматического театра и кино. Закончила высшее театральное училище Щепкино. И сейчас, на данный момент, я работаю в театре, который называется «Школа драматического искусства». Очень интересный театр, лабораторий. Ни в одном зале нет занавеса. Да, очень интересно. Все стены у нас белые. Это театр без кулис называется. У нас в центре атриум стеклянный. В общем, очень красивое, невероятное здание. С рейтинга 19. Приходите, дорогие друзья, в гости. Один из залов – копия лондонского театра «Глобус» шекспировского. Да, там несколько ярусов, которые в форме октагона. И сцена, которая поднимается вверх и вниз. А когда вы поняли, что вы хотите стать актрисой? Я не могла определиться. Мне нравилось и хотелось стать и балериной, и режиссером, и попробовать себя в роли врача. И столько профессий вокруг было каких-то необъятных. И я решила, что именно актерская профессия объединяет в себя все. Мне хочется быть разным, мне хочется что-то пробовать. И все это можно сыграть. Да, и брать на себя инициативу. И все, элементарно. Но папа не возражал, что вы будете актрисой? Папа был только за. Конечно, наверное, ему бы хотелось, чтобы я продолжила музыкальную какую-то историю. Все отговаривали. Я говорю, доча, молодец. А вы помните, когда вы начали вместе петь? С самого детства. Вы исполнили шикарно. В роддоме. Да. Вот. Это правда. Первая песня была. Александра. Я праздник еще придумал. Я выпускников роддома. Я записал. Мне сделали выписку, кто с ней родился. Кстати, уже пора проводить. Да, надо что-то тоже, в конце концов, выпускники там. Фамилия у меня все есть. Так что можно позвониться, тем более сейчас соцсети развиты, найти друг друга и встречаться. Я знаю, что Григорий Гладков, когда он начал говорить нам про день рождения, и то, что там, с одной стороны, велосипедисты и лыжники, я сначала подумал, так оно и будет. Но потом я начал понимать, что меня разыгрывают. Но, тем не менее, знаю, что человек спортивный. Правда ведь? Поддерживает ЗОЖ всеми способами. Да, да. Конечно. Если особенно взглянуть на папу, то кажется, что он просто волшебник, потому что... Ну, я играю в футбол. Он чудесно выглядит. С командой Старко. И вот у меня в телефоне записано сейчас, мы будем играть, будем снимать короткометражный фильм, я буду как актер, ну, я песенку написал, юмористический ситком о здоровом образе жизни ЗОЖ на все будет называть. Но на самом деле очень важная тема, которая является причиной смерти, номер один. Это не рак, оказывается, это повышенное артериальное давление, это гипертония, и надо очень следить, и двигаться больше, и питаться правильно. И мы снимаем про это фильм, и следить за давлением своим, чтобы оно не скакало. И будут актеры профессиональные, я знаю их фамилии, но просят пока не называть, вдруг там откажется кто-то, хотя в замечательной составе написал про эту песню. Вот, и вот это, оказывается, источник смерти номер один, особенно для мужчин. И вот недавно еще один друг, мой композитор умер, который писал все песни для Алсу, Саша Шевченко, и Саша Татарский, мой друг, кинорежиссер-мультипликатор, умер ли они во сне, и не во сне, и вот эти инфаркты, инсульты, это и сахар, и соль, и в общем, надо питаться. Но сейчас только о хорошем, поэтому действительно... Дорогие дедушки и бабушки, мужчины и женщины, следите друг за другом, всегда настраивайтесь на позитивную волну дорожного радио, да? Спасибо за этот фильм, и следите за ним. За питанием, за здоровым образом жизни. А, Александр, вы помогаете как-то папе следить за здоровьем? Напоминаете, может быть, там давление-то померить над папой? Я вот в какой-то момент своей жизни тоже немножко столкнулась с этим, потому что в институте это всё было как-то неправильно, нездорово, и я прилично поднабрала. И потом, когда начала изучать эту тему, и сейчас я уже прям, как, не побоюсь этого слова, эксперт, разбираюсь в этой области здорового питания, образа жизни, поэтому стараюсь, конечно, своих близких тоже приучать к этому, чтобы они и ходили, и двигались, правильно питались. И проект называется «Зож на всё». Зож на всё. Можно всё, зож на всё. Зож – это здоровый образ жизни, поэтому зож на всё. Знаете, у Дениса Майданова есть песня «36,6», но это, по-моему, не про температуру, это про возраст у него. У вас нет ещё песни «120 на 80»? Мы заговорили про давление. Нет, у меня, естественно, есть песня про детского врача, потому что это замечательная профессия. Детский добрый врач, детский врач, чуть услышит детский плач. В полдень или в полночь поспешит на помощь по дороге, по реке, по таёжным тропам. С чемоданчиком в руке, и с чем? И с чем? В фонендоскопом. Вот. То, что измеряет как раз. То, что можно... Благодаря этому прибору, что можно сделать? Давайте спросим у наших слушателей. Можно послушать. Да, правильно я понимаю? Да. Послушать можно. И Гладков сегодня с нами. Программа «Посиделки». Мы скоро продолжим нашу беседу. В субботу с 10 до 11. «Посиделки». Только на Дорожном радио. Дорогие друзья, Григорий и Александра Гладкова сегодня с нами. Александра – это дочка Григория. Поёт шикарно. Но, вы знаете, мы сегодня много говорили, точнее, мы так забрасывали удочку насчёт вороны. Я так понимаю, что вы с вороной и Григорией уже 42 года связаны. Ну, кормилица, да. Кормилица, птица. Лучше иметь ворону в руках, чем непонятно что. 42 года, да, на самом деле? То есть в 81-м... Слушайте, такие цифры прям. Неужели 42? Знаете, когда я сочинял ворону, я жил в одном дворе со Славой Полуниным, с клоуном. Это было в Ленинграде на Поклонной горе. И я помню весна 80-го года, я приехал из записи из Москвы. Мы стоим, снег тает, Слава одет очень разноцветно. Я посвятил ему песню, кстати, в коробке с карандашами, потому что он очень ярко одевался. Там зелёные брюки, красная куртка. В общем, всё разного цвета. Он говорит, как дела? Я говорю, да вот, меня друзья из Киева, Саша Татарский и Игорь Ковалёв, позвали, значит, в Москву. Они уже в Москву переехали тогда, к Эдуарду Успенскому, написать песни к мультфильму. Я говорю, всё записал. Я говорю, не знаю, что получится, Слав. Прям вообще так очень интересно. А у тебя как дела? Он говорит, а я решил театр создать и назвать лицедеей. И вот мы стояли, я пластина Ворона, он лицедея. Представляете, в принципе, жанр очень похож и в одной точке нас соединил. Я жил в улице Секейроса, дом 15, корпус 1, а он корпус 3. И вот, значит, он с лицедеями полетел, я с Вороной. Правда, у него снова шоу, но с ноу-шоу и падал прошлогодний снег. Очень похоже. Тоже пересекаются. Очень похоже. Я не знаю, кто этого мужика взял у кого, Саш Татарский, у Славы Полонина, или наоборот Слава увидел этого мужика, который ёлку ищет и сделал с ноу-шоу. Осисяй, по-моему, называют. Осисяй раньше был. Осисяй, да. У них назывался «Чурдаки», про четырёх клоунов, которые вышли на пенсию и жили на чердаке. А потом из него вышел уже спектакль «Сноу-шоу». Сегодня про Ворону вы споёте дуэтом, я думаю. Надеюсь. Вы же обещали, что будет сюрприз. На мультфильме дуэт, и в мультфильме исполнили ведущие радионяни Лев Шемелов, Александр Ливенбук. А мы сегодня с дочерью споём. Кстати, мы готовим новый спектакль свой, детский. Будет называться как? В коробке с карандашами? Или «Пластелин Ворона собирает друзей»? Мы подумаем. Или так, или так. «Пластелин Ворона Форевер». Много рабочих названий. У Швецка придумал «Форевер». И у нас афиша есть. Я что-то Битлз спел ему, и вот говорю, вот, Битлз Форевер. А он говорит, о, назовём его «Пластелин Ворона Форевер». И был концерт у нас. И афиши выпустили. Вот, в Ленинградском театре, на фестивале «Орликин» детских музыкальных театров. В общем, это будет детский интерактивный спектакль для детей с песнями Григория Гладкова. Ну и сейчас по просьбам слушателей. Да. Нам помнится воронья. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть, собаки. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. А может быть, корови. Му-му-му-му-му-му-му. А может быть, газе. Ме-е-е. А может быть, козлу. Ой, папа издевается. Нет, я не буду. Я буду придут. Она не знала. Давай финал сразу. Идею этой сказки. А может и не сказки. Поймёт не только взрослый, но даже... Карапуз. Батик. Не стойте и не прыгайте. Не пойте, не пляшите. Там, где идёт строительство или подвешен груз. Это программа «Посиделки». Семья Гладковых сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам в субботу с утра пораньше. Спасибо. Ура, спасибо. А я хочу сказать, дорогие слушатели, ещё и сын пришёл с нами. Он сейчас сидит в аппаратной и смотрит на нас. Вот, так что мы... Павел Гладков, тебе тоже привет. Полным составом. Павлуша, привет тебе. Меня зовут Никита Лёнов. Пока всем. Никита, спасибо огромное. В субботу с 10 до 11 «Посиделки». Только на Дорожном радио.